АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте, дорогие друзья! Добро пожаловать на борт! Сегодня у нас с вами в программе увлекательнейшая экскурсия по миру Средиземья. Вы сможете попить чаю вшире, сфотографироваться на фоне прекрасного пейзажа мулистых гор, переплыть на лодке через реку Андуин и посмотреть с высоты плечевого полета на прекрасный эльфийский Квэтлориен и на страшный пугающий Мордор. А если вам повезет, вы даже сможете познакомиться с местными жителями. Я думаю, что с развитием виртуальных технологий, которые мы все с вами наблюдаем сейчас, такие экскурсии будут не за горами. Представьте себе, вы приходите, чтобы выбрать тур выходного дня в турфирму, и наряду со знакомыми уже вам, как волгоградцем, или с Туой, например, или астраханским туром на Лотосы, вам предлагают посетить Хогвартс, или Средиземье, или, может быть, плоский мир Терри Пратчета, или любой другой, какой вы захотите. Но пока этого все еще нет, я предлагаю вам воспользоваться старым добрым порталом воображаемой миры, который всем вам хорошо известен, который очень древний, потому что это, наверное, самая первая попытка человека сбежать в другую реальность, успешная попытка. И этот портал, это текст, в основном художественный текст. Был Эру, единый, кого в Арде зовут Илуватар. Сначала он мыслью своей породил Айнуров, священных, и они были с ним, когда других созданий еще не существовало. Он говорил с ними и давал им музыкальные темы. Они пели перед ним, и он радовался. Так начинается история мира Арды и Средиземья. Всем хорошо вам знакомая и, думаю, многими любимая по произведениям Толкина является его частью. Но я думаю, большинство из вас в свое время попало в Средиземье гораздо-гораздо позже, чем тот момент, который я вам сейчас предложила. Может быть, вы вместе с Бильбо отправились спасать золото от дракона. Может быть, вы впервые попали в Средиземье вместе с Вродо, которому доставилась гораздо более тяжелая миссия. Но, тем не менее, текст позволяет нам путешествовать не только в пространстве, но и во времени. И Сильмариллион, который, как правило, многими читателями и любителями Толкина остается напоследок, а может быть, и вообще никогда не открывается, дает нам представление о том огромном куске айсберга, который часто остается за кадром. То есть мы с вами знаем сюжет Хоббита, мы с вами знаем сюжет Властелина колец, но это только маленькая часть верхушки айсберга, которая известна всему миру. А огромный промежуток времени, безумное множество событий, героев, ситуаций, историй осталось здесь, под водой. Почему же так происходит? Для чего нужен весь этот мир, если про него мы знаем только вот такую маленькую частичку, которая попадает к нам на глаза уже во Властелине колец и в Хоббите? Я думаю, что любое хорошее фантастическое произведение состоит обязательно из двух частей. Первая часть – это собственный мир, целиком сконструированный, хорошо продуманный. И вторая часть – это сюжет и те приключения, которые так нас завлекают. Если мы просто напишем какой-то сюжет с приключениями, не продумав мир, то роман будет пустоват. Поэтому, как правило, люди, которые не могут в силу каких-то особенностей стать демиургами, полноценными демиургами и создать миры, они разворачивают свои события, повествования в нашем мире, в реальном. Пользуются тем, которые уже для нас создали, не придумывают нового. Но если у вас все-таки есть амбиции демиурга, и вы создали свой мир, то, скорее всего, он тоже не будет пользоваться успехом, пока в нем не начнут происходить интересные события, не появятся притягательные герои. Таким образом, мир и сюжет – это две части, равноценные, благодаря которым возможен хороший фантастический роман. Как показал опыт, собственно, самого профессора Толкиена, который писал Сильмариллион, начиная с 2014 года, и дважды пытался опубликовать его, сначала в 1937-м вместе с Хоббитом, и потом уже вместе с Пластелином колец в 50-е, и дважды получил отказ. Издатели решили, что это будет никому не интересно. И Сильмариллион вышел уже, по-моему, в 70-е годы, сын опубликовал посмертно. Каким же образом наши демиурги создают миры для нас? Если вы захотите стать писателем-фантастом, с чего вам начинать? Как создать свой мир? Представьте себе, что вы хотите испечь пирог. Мир как пирог. Допустим, вам неинтересно долго сидеть в интернете, перекапывать бабушкины книги с рецептами, собирать по крупицам информацию, какой должен быть крем, сколько чего положить. Вы решили положиться на спонтанное вдохновение. Вы примерно представляете себе, что такое мука, сахар, яйца, масло, молоко, что там еще кладут в пироги. Приходите на кухню, начинаете творить. Кладете немножко того, немножко сего, пробуете, мнете, перекладываете, делаете начинку. Ну и 50 на 50. Либо у вас получится что-то вполне съедобное, либо получится неудачный эксперимент. Опыт тоже ценен, но пирога не будет. Вот мир это не пирог. Такой фантазийный мир. Его вряд ли получится у вас создать спонтанно, полагаясь только на вдохновение. Можно, конечно, попробовать, но это, наверное, будет что-то такое куцое, вроде того, как Стругацкий описывает это в своем романе. Понедельник начинается в субботу. Там тоже текст работает, как машина времени, и герой отправляется в описанное будущее. И там многие герои ходят, например, голые, но в одной шляпе, или часть здания достроена, а окон, дверей, крыши нет. Это потому, что, видимо, авторы были не очень добросовестны в создании своих миров и не описывали все детали. Решили, что как бы, ну, можно их пропустить. Это не обязательно. А настоящий хороший мир, добротный, который будет притягивать взгляды, внимание читателей, он как огромный свадебный пирог. Для того, чтобы его приготовить, как сказал сейчас Дмитрий Румуальдович, нужно готовиться не 40 минут и не 2 дня, а, пожалуй, всю свою жизнь, как это делал профессор. И нужно знать технологию. В какой последовательности, сколько ингредиентов, в каких частях, какая композиция, как это все делать. Я думаю, что профессор Толкин подарил нам не просто замечательные произведения, которые по сей день нас радуют, он подарил миру много больше. Он, как гениальный инженер свадебных тортов, сделал саму конструкцию, саму технологию того, как можно создавать фантастические миры, фантастические романы. Он оставил это в виде наследия, потому что, если понаблюдать за его произведениями, почитать его дневники, можно выяснить, как он, собственно, строил этот мир, как он собирал его по крупицам. И я думаю, именно поэтому после Толкина, после выхода «Булсили на колец» начался такой бум фантазийных романов. Просто люди поняли, как это можно делать. Толкин их научил. И надо сказать, что, несмотря на то, что есть технология, построение мира это очень нелегкий труд. Представьте себе, вам нужно сначала создать материальную базу для вашего мира. Вам нужно придумать, что это за планета или это может быть плоский мир. Вам нужно определить рельеф местности. все наверняка помнят визуально карту Средиземья. И после того, как Толкин придумал рисовать карты, почти каждый уважающий себя писатель-фантаз стал тоже, ну, как минимум, описывать свои карты, а то и рисовать. Потом вам нужно придумать, что за животные там обитают. Они обычные или необычные? Какова продолжительность суток? Какова продолжительность времен года? Может быть, например, это очень долгая зима, которую все ждут и никогда не знают, когда она настанет. Какие там есть растения? Лечебные, ядовитые, может быть, хищные? Какая там архитектура? Потом, после архитектуры, мы уже переходим к собственной культуре. Вам нужно создать культурную часть вашего мира. Вам нужно подумать, какие расы там живут, в каких они государствах, какие эти государства между собой строят отношения, какова их история, какова их мифология, кто их создатель, или есть ли он, верят ли в этого создателя ваши жители, или, может быть, у них есть какая-то своя религия ложная. Какие политические расстановки и интриги там происходят? Вообще-то, для того, чтобы все это придумать, нужно быть специалистом довольно широкого профиля. Ну, вот профессором, например, как толки. Или просто очень долго читать и изучать весь этот материал, для того, чтобы мир у вас получился правдоподобный, живой, чтобы читатели вам поверили. И когда, наконец, вы после долгой крепотливой работы наконец-то создаете этот целостный прекрасный мир, который вы себе ярко представляете, и, может быть, даже хотите сами ступить на поверхность этого мира, посмотреть, что там и как. То есть вы уже сами заинтересовались, мир уже готов. Тут начинается еще одна сложность, потому что оказывается, что создание мира это только полдела. Нужно его как-то реализовать. Потому что, когда вы придумываете очень хорошую штуку, согласитесь, сразу хочется сделать, чтобы она была реальная, чтобы ее увидели другие люди. Как же можно сделать фантастический мир реальным? Как мы обычно проверяем, реально что-то или нет? Мы обращаемся к нашим друзьям и говорим, ты видишь вон ту странную штуку, которая висит на горизонте? Если все говорят вижу, значит, о да, мы увидели НЛО, это реальность. Если нет, значит, ну может быть у меня давление упало, и в глазах хряпили, что-то такое, или вообще галлюцинация. Так и с придуманным вам миром. Пока он есть только в вашей голове, он нереален. Значит, вам нужно сделать так, чтобы он оказался в поле зрения, во внимании других людей. И чем больше будет людей, тем реальнее будет ваш мир. Ну легко сказать, а как это сделать? Я думаю, что здесь важными являются два фактора. Когда читатели узнают про ваш мир, мало чтобы они просто увидели книжку на полке, хроники какой-нибудь страны, прошли и забыли. Может быть, даже полистали его и забыли. Наверняка в юности многие из вас читали фантастику и наверняка очень многие вещи вы просто не помните. А нужно, чтобы читатель, который читает ваш роман с вашим миром, поверил в этот мир, поверил в то, что он может быть реальным. А еще лучше, чтобы он полюбил его всем сердцем и не захотел с ним расставаться. Как это удается профессору Толкину? Я думаю, первый и самый важный фактор для того, чтобы в ваш мир поверили, подобно тому, как актеры верят, как зрители верят актерам, которые играют по системе Саниславского, это целостность. Ваш мир должен быть целостным, единым. Как это можно проиллюстрировать? Вот, например, в нем все взаимосвязано. Если вы откроете проект Википедии, посвященный книгам Толкина, он называется Википалантир, вы увидите, что там есть почти две тысячи статей. И если вы будете читать статью одну, вы наверняка в ней наткнетесь на множество ссылок на другие статьи. Например, вы захотели прочитать про прекрасную эльфийку Арвен. Вы открываете статью с ее именем и видите, что она оказывается внучкой такого-то известного эльфа, правнучкой такого-то. У нее были отношения с величайшим королем третьей эпохи. У нее были какие-то еще подвиги в роду и разные мифологические истории связанные с ней. Она вечерняя звезда, которая является второй великой эльфийской принцессой вместе с Лютиен, которая была утренняя звезда. И вам захочется прочитать про них про всех тоже. То есть Толкин выстраивает такую символическую сеть, такую огромную семью из людей, эльфов, хоббитов, магов и огромную сеть историческую и мифологическую, где события связаны между собой и одно событие отсылает к другому. Поэтому мир Толкина целостный. Это такая паутина. Если вы захотите что-то узнать, на пять минуточек зайти в Вики Палантир, скорее всего вы станете оттуда через час с огромным количеством новой информации и все равно не удовлетворите до конца свое любопытство. Это первый момент. Второй момент, который тоже важен для того, чтобы читатель полюбил ваше произведение. Нужно читателя соблазнить. Согласитесь, нельзя заставить любить. Но это невозможно. Любим мы всегда по доброй воле. Но можно сделать так, чтобы ваш роман, ваши герои, ваш мир стал очень симпатичным, привлекательным, соблазнительным. Как это сделать? Наверное, лучшее, что автор может предложить читателю, это загадки и тайны. Нельзя открывать все сразу. Это ошибка очень многих молодых авторов. Многие блогеры и писатели тоже, которые пишут, делятся своими секретами о том, как создавать миры. В своих статьях в интернете предупреждают часто молодых авторов, что если вы придумали замечательный мир, вы там все расписали, придумали языки, придумали культуру, литературу, у вас там есть живопись даже, вы сами нарисовали, у вас там все и политические интриги все придумано. Не спешите вываливать это на читателя в первых трех страницах. От вас сбегут. Это нудно. Вот в принципе, я думаю, сельмарили тоже немногие осилили, потому что я вам зачитала самое начало, то, как родилась арда из музыки фактически. Вот я зачитала самое начало, но на самом деле этот фрагмент он длится еще вот две страницы, даже три. То есть это читать довольно сложно. Нужен такой медитативный настрой и какой-то исследовательский интерес к этому. я думаю, немногие из вас на досуге читают, например, учебники истории или, может быть, учебники географии, а здесь много именно такой информации. Поэтому важно, чтобы у читателя оставалась тайна. Да, вы все это придумали, это в романе может вообще не появиться, но зато, например, когда вы спускаетесь вместе с героями в море, и море разрушено, там явно происходили какие-то странные вещи, страшные, и об этом в романе ничего нет. Так, мельком говорится. И вам становится интересно, а что же там было в море, а где бы найти вообще, что там на самом деле было, и как бы такое продолжение вглубь себе устроить в этот мир. И то же самое касается многих других историй в «Властелине колец», которые мельком упоминаются, но они оставляют такую завесу тайны, которую хочется приоткрыть, выяснить все-таки, что же там было на самом деле. Это второй момент. Таинственность соблазна. И еще есть третий момент. Очень важный и очень непростой. Вы можете создать замечательную декорацию, увлекательнейший сюжет, очень неуваятельных персонажей, но они останутся схемой или роботом, или кадавром, или големом, или зомби. То есть жизнь в них будет искусственна, они будут неживые. Казалось бы, все хорошо, интересный роман, здорово, вы его прочитали, с удовольствием поделились впечатлениями со своими друзьями, а потом положили на полку закрыли и забыли. И роман не ожил, и мир не ожил. И автор вроде не зря старался, но все его старания вы пролеснули, проглотили за пару вечеров, и все, настало забытье. Как же можно оживить мир, который вы создали? Я думаю, для того, чтобы мир стал живым, он должен быть открытым. То есть, при том, что он целостный, как такая паутина, его всегда можно продолжить. То есть, паутина можно доплести, если она где-то порвалась, ее можно заштопать, можно, в конце концов, рядышком сплести еще маленькую такую, которая будет к ней прилегать. И мир толкин именно таков, он открыт, причем в обе стороны. Я сейчас поясню, что это значит. Во-первых, определенно, на мир Средиземья, на мир Арды повлияла реальная жизнь. То есть, получается, у нас такое взаимоотношение, реальная жизнь влияет на фантастический мир. Таким образом, если посмотреть биографию Толкина, становится, в общем-то, довольно понятно, откуда он черпал свое вдохновение. Например, Толкин довольно рано остался сиротой, и у него был такой прекрасный человек, отец Фрэнсис, священник, который за ним присматривал. Это был действительно образец доброго дядюшки, который помог ему образоваться, стать тем, кем он хочет, поддерживал его, помогал советам, и именно поэтому Толкин не чувствовал себя полным сиротой. Может быть, вы узнали, этот сюжет был во Властелине колец, когда мы узнаем про историю Фрода, у которого родители очень рано погибли, и Бильбо, как добрый дядюшка, взял его себе на воспитание. Здесь совершенно очевидна эта связка. Второй момент. Все мы знаем и любим четверых замечательных хоббитов из Братского кольца. Ну, Фрода и Сэм, Питтин и Мэри. Веселые ребята, у которых всегда есть над чем пошутить, которые всегда друг друга поддержат в сложной ситуации. Откуда они берутся? Когда Толкин начался в колледже, у него была такая команда из четырех человек. Они назывались «Чайный клуб и Баруэйское общество». Это было сокращенно. Звучит очень таинственно, загадочно, явно что-то секретное там. Но на самом деле ребята были большие весельчаки. И они так назывались просто потому, что они любили пить чай, который продавался в универмаге Баруэлл. В общем-то, ничем запрещенным они не занимались. Но это была очень крепкая компания, которая потом встречалась и после учебы, и, в общем-то, отношения в которой легли в основу отношений четырех хоббитов. И именно поэтому мы так верим в их дружбу и так симпатизируем им, потому что они, в общем-то, списаны с той части реальности, которую Толкин пережил самостоятельно. Еще один замечательный сюжет, любовный сюжет, тоже связан с жизнью Толкина. В свое время он встретил прекрасную девушку Эдит Мэри Брэд и влюбился в нее с первого взгляда. Он тогда был еще очень молод. Но проблема была в том, что семья Толкина была яростными католиками. И сам Толкин, он тоже как бы сохранил свою веру. Он всегда был верующим католиком. А девушка была протестантка. И она была еще на три года старше. И тогда отец Фрэнсис сказал, я тебя прошу, как своего воспитанника, пожалуйста, до 21 года не общайся с Эдит. И Толкин, как честный человек, который понимал, чем он обязан отцу Фрэнсису, дал такое обещание. И не написал ей ни единой строчки, хотя любил ее безумно. Когда ему исполнилось 21 год, в тот же день он написал ей письмо, где признался в любви и позвал ее замуж. Но оказалось, что она уже помолвлена с другим. Тем не менее, она, как прекрасная Лютиен Тенвель, которая была утренней звездой у эльфов, и как прекрасная вечерняя звезда Арвен, она отреклась от своих обязательств, от своей семьи, от помолвки, отказала жениху и согласилась стать женой Толкина. Кроме того, она отказалась от своей веры и приняла католичество. Для такого верующего человека, как Толкиен, это был поступок примерно тех же масштабов, что отказ прекрасных эльфийских принцесс от бессмертия ради своих возлюбленных. И эта история настолько вдохновила Толкиена, что он невероятно реалистично воплотил ее в мифологии Средиземья, в истории Берина и Лютиен. И на могилах у них, а Толкиен и его жена похоронены в одной могиле, написаны их имена и подписи, что они Берин и Лютиен. И эта прекрасная история как раз открывает нам соотношение фантастического мира с миром реалистичным в другую сторону. То есть не только реальный мир повлиял на фантастический мир Толкиена, но и фантастический мир, вымышленный, невероятный мир Толкиена влияет на нашу с вами жизнь. Например, история Берина и Лютиен до сих пор вдохновляет множество поэтов с прекрасными эльфийскими именами на то, чтобы писать стихи и песни. Многие люди берут себе другие расы, другие имена, наряжаются в одежду, которую носили люди, орки, гномы и эльфы Средиземья, разыгрывают целые сюжеты, пишут продолжение романа. Те, кто хочет поучаствовать в создании мира, но не может придумать свой, они присоединяются к миру Толкиена. Переводят стихи. Я сначала хотела начать свою лекцию стихотворением Толкиена, которую я очень люблю, но я не смогла выбрать перевод, потому что у Толкиена в оригинале там есть очень много важных моментов, например, что дорога обязывает путешественника, что путешественник не просто сам волен ходить по дороге, а дорога делает его должным идти. И я не смогла найти подходящий перевод, хотя переводов около 25, по-моему, было, тоже люди с разными эльфийскими именами и профессиональные переводчики. И каждый перевод прекрасен по-своему. В каком-то есть кусочек Толкиена, кто-то переосмыслил и добавил другой кусочек текста Толкиена. То есть это постоянные интерпретации, постоянное разрастание паутины и постоянное соотношение фантастического мира с нашим миром реальности. Мне кажется, это невероятно. Профессор уже умер, а его мир живет. И мне стало интересно, если это требует таких больших трудов, таких больших вложений. Фактически это было делом всей жизни, потому что профессор изучал очень долго мифологию северных народов. Он был филологом и придумывал сам языки. Знаете, сейчас многие даже говорят и учат и, наверное, не менее популярны, чем аспиранто. Эльфийский язык, есть кусочки языка орков. По-моему, эльфийских языков даже несколько, в зависимости от семей эльфов. Мне стало интересно, зачем все это нужно? Такой труд, такая огромная работа. Что может мотивировать человека на то, чтобы ее проделать, причем проделать не абы как, а качественно, и не просто создать мир, но еще и донести его до читателя. Потому что вообще-то Толкину было довольно сложно опубликоваться. Хоббит вышел в 1937 году, он сразу имел успех. После этого Толкина попросили написать продолжение. Потом была война, Толкин долго вел работу над своим романом, и когда в итоге он был готов, издательства не хотели публиковать его целиком, предлагали урезать. То есть представляете, вы там более 10 лет работаете над романом, у вас еще до этого почти вся жизнь работы над миром, в котором этот роман происходит, а вам предлагают это урезать. Это фактически как руку или ногу себе отрезать. Пришлось идти на компромиссы, пришлось разбивать роман на части, выпускать сначала первую часть, и после того, как она имела оглушительный успех, уже стали выпускать остальные. Зачем это было нужно профессору? Сам Толкиен был сказочником, по натуре, человек-сказочник, и Хоббита он сочинил, можно сказать, между делом для своих детей, того, чтобы им было что слушать на ночь. Прекрасную сказку, прототипом главного героя которой стал плюшевый зайчик, который был у их детей, поэтому Хоббиты похожи на кроликов, у них фамилии кроличьи, они ведут себя как кролики, живут в норках. И Толкиен говорил сам о том, что сказки на самом деле нужны не только детям, что мы привыкли думать, что мы выросли, и все это не для нас, это все несерьезно, не нужно, а на самом деле, если вы посмотрите даже на современную ситуацию, то вы обнаружите, что самые продаваемые книги, самые бестселлеры, фильмы, которые смотрят по всему миру много лет, в основном написаны для детского и юношеского возраста. То есть Гарри Поттер, тот же «Властелин колец», который был снят, «Звездные войны», тоже, в общем-то, не самая серьезная вещь, если подумать. Потому что взрослым нужны сказки, и внутри каждого из нас живет ребенок, которому нужны сказки. Толкин говорил, что это нужно для эскапизма. Что такое эскапизм? Это от английского слова escape выход. Это можно так проиллюстрировать. Примерно как каникулы, как называется тема моей лекции, каникулы в Средиземье, тур выходного дня, с которого мы с вами начали. Вы приходите домой в пятницу вечером, вы очень уставший, вас замучили на работе, вам ничего не хочется, жара, усталость накопилась, ничего не помогает, ничего не интересно, хочется упасть лицом в подушку и заснуть, но заснуть не получается, потому что в голове рой проблем, какие-то бытовые мелочи, какие-то глупости, кто-то постоянно звонит, что-то от вас хочет, вам хочется сбежать, натурально просто взять, купить билет в один конец на ракету и улететь подальше. Но возможности ездить каждые выходные на тур выходного дня, я думаю, не у многих из нас есть, а тем более достаточно далеко, чтобы там сотовая связь не ловила. Поэтому можно уехать в ображаемый мир. Можно взять книжку и на 12 часов или больше, насколько вам хватит усердия, погрузиться в сказочный мир Толкина, забыть обо всех своих проблемах, пережить удивительные приключения, и чаще всего мы догадываемся, что они будут с хорошим концом. Так что можно сласть переживать за героев, зная, что все кончится хорошо. Можно поучаствовать в прекрасных историях любви, можно погрузиться в какие-то совершенно чуждые вам проблемы управления государствами, например, или повстречаться с какими-то невероятными существами, до которых вы сами может быть даже не додумались. Это все здорово. То есть Толкин, как такой альтруист, говорит, я пишу сказки, чтобы людям было куда сбежать от своих проблем, чтобы они расслабились, перезагрузились, отдохнули и вернулись в мир с новыми силами. В принципе, его можно понять, потому что человек, который пережил две войны, и на первой войне он потерял двух своих друзей, как раз тех из чайного клуба, поэтому он также не понаслышке знает, что такое терять друзей, и в Властелине Колец мы это тоже видим, на примере смерти Барамира. Толкин, может быть, сам бы рад сбежать в другую реальность, именно поэтому он ее создал, такую, у которой нет войны глобальной. Если есть война, то она кончается хорошо всегда, добро побеждает, и война идет не ради того, чтобы сделать свое теплое место еще теплее, а за правду, за любовь, за истину, за мир, такую, в которой есть место благородной власти. Но я думаю, что нечестно будет до конца объяснять желание сотворения миров, и написание таких великих произведений, которые читает практически весь мир, только вот этой альтруистической жаждой помочь людям сбежать из своего мира в другой, более симпатичный. Я думаю, что здесь присутствует некая жажда власти. И это, с одной стороны, может быть опасно. Ну, если кто-то напишет очень-очень читаемый роман, в котором будут пропагандироваться какие-то чуждые обществу ценности. Ну, например, в свое время церковь была озабочена успехом романа «Гарри Поттер», потому что там якобы молодежь впитывает идеи, которые не должна вообще-то впитывать. С другой стороны, если кто-то захочет осуществить эту власть ради коммерции, то ему будет выгодно подсаживать людей на эти книги, ну, фактически как на наркотики, такой путешествие в миры, как такой трип. И, соответственно, у людей будет возникать зависимость. Я думаю, многие из вас тоже сталкивались, но с книгами это реже происходит, хотя бывают такие запойные читатели, которых не оторвешь. Это часто происходит с более такими сильными технологиями виртуальной реальности, чем текст, например, с компьютерными играми, или с фильмами, когда человек не может, например, ему каждый вечер нужно обязательно посмотреть фильм. Он готов ходить в кинотеатр, отдавать свои деньги за это. Но, тем не менее, хотя сейчас власть принято ругать, такова у нас ситуация в обществе постмодернистском, что власть это как-то не очень хорошо. Толкин такого мнения не придерживался. Толкин считал, что власть это только инструмент, и дело в том, какой будет правитель. Если правитель будет мудрый, хороший, добрый, то, соответственно, власть будет только во благо. И я думаю, Толкин свою власть осуществлял именно с этой позиции. То есть он предложил людям прекрасный мир, который определенно повлиял на мир реальный, и осуществил свою власть. Но, согласитесь, это пошло на благо. и после того, как вы поняли, насколько сложно, долго, трудно, и не всегда успешно создавать новые миры, но вам, например, все равно хочется. Что делать? Толкин был таким своеобразным эру-илу-ватар для мира Средиземья, который он создал. Но он не мог сделать этого в одиночку. Ему, как и эру, нужны были свои айнуры. То есть те существа, которые были с ним, которые могут понять его замысел, и которые могут петь эту музыку для того, чтобы мир продолжал существовать. И я думаю, его айнурами стали его читатели. То есть мы с вами. Если вам очень хочется поучаствовать в создании мира, но вы пока понимаете, что вы еще не доросли до роли Демиурга, вы еще не готовы стать мудрым правителем, вы можете стать одним из айнуров Толкиена. Как я сейчас это делаю, когда говорю с вами о мире Средиземья. Я думаю, каждый из вас может сделать что-то такое. Например, прочесть книгу, посмотреть фильм, может быть, предложить свою интерпретацию, или посоветовать книгу своему племяннику или другу, который, например, ее еще не читал. Поэтому я желаю вам попробовать себя в роли соучастника в создании миров. И у нас есть пять минут на то, чтобы ответить на ваши вопросы. Пожалуйста. Есть у кого-то вопросы? Есть. Справа, он держит руку. А, пожалуйста. Катина, у меня вопрос такой. Мне кажется, что использовать реальную жизнь как некоторые прототипы для писательства это несколько опасно может быть. Как вы думаете, это могло проявиться как-то у Толкина на осторожность? А что вы подразумеваете под опасностью? Какая опасность? Каковы риски? Осуждение этих близких людей. Ну, здесь, я думаю, вопрос в том, что вы берете из реального мира. То есть, конечно, если вы, например, пишете карикатурный роман и берете своего лучшего друга, меняете там буквы в имени и пишете на него такой огромный поклеп или, например, неизвестную персону, то да, есть шанс вступить в конфликт. Вообще, для литературы конфликт это хорошо. И я думаю, что конфликты, которые вокруг романов возникают, скандалы, так называемые, это тоже хорошо, если вы хотите, чтобы как можно больше читателей вас прочитали. То есть, здесь зависит от ваших целей и моральных ценностей. Но, если вы все-таки хотите избежать конфликтов, по крайней мере, вокруг романов, вам достаточно только там, что внутри у вас война идет, то нужно быть осторожным. Можно брать свои собственные чувства, свои собственные впечатления, отношения с близкими людьми, но не самих людей. Потому что, ну, ну, или в конце концов, если вы берете прототипа, то пишите его симпатичным, чтобы его полюбили. Тогда, я думаю, если ваша девушка или ваш старший брат узнает себя в каком-нибудь прекрасном эльфийском принце или там какой-нибудь замечательной гномии королеве, то не будет никакого риска, никакой опасности. Скорее, наоборот. Пожалуйста, Дмитрий Мальч. У меня есть комментарий, не могли бы я на него отреагировать? Да. Когда я слышал о том, что нужно для того, чтобы создать свой мир, я подумал, что нужно еще одно, еще один фактор. Это включенность в традицию. Вы сказали, что Толкин был католиком, то есть он был частью той традиции, которая создала, можно сказать, создала большой мир. Причем мир не только не столько даже физический, сколько мир метафизический. Да? И собственно, тот текст, с которым вы начали, это тоже текст, можно сказать, метафизический. Ну да. Вот является, тогда вопрос, является ли включенность в большую традицию, в данном случае религиозную традицию, одним из необходимых условий для того, чтобы стать литературным демиургом? Ну, я думаю, как минимум, это является важным условием для того, чтобы стать хорошим, добротным литературным демиургом. Не просто там написать на коленке какой-нибудь рассказ про мир, положить его в стол, или показать самому близкому человеку и забыть. И не обязательно в одну традицию, потому что Толкин был католиком, но он был также лингвистом. Он изучал языки, он изучал древнюю мифологию, и все эти сюжеты, и архетипические отношения, архетипические фигуры, которые есть в культуре. Он, естественно, использовал в своем романе. Но, честно говоря, я думаю, что это еще большая задача написать что-то так, чтобы не вписаться в традицию. Потому что тут на готовом материале не так-то просто выдумать целый мир. А уж если пытаться не брать ничего из традиции, а придумывать с нуля, то, мне кажется, это вообще не человеческого масштаба задача. Да, пожалуйста. Насколько я знаю, Толкин был очень раздосадовым с тем, что читатель не заметил его других идей, которые он хотел продвинуть в мир, за вот этим богатым написанием созданных мюнеров. Как бы вы посоветовали убежать этой мюнерушке и создать мюнерушке? Ну, знаете, быть мюнерушком это риск. Вы, например, строите для своего кота прекрасный домик, таскаете ветки из лесу, обиваете его бархатом, а кот приходит и спит в коробке. Так же и с читателями. Вы, например, хотели их научить прекрасным вещам, моралям свою предложить, а читатели увлечены формой эльфов и их любовными интригами. То есть здесь не без рисков. Но надо сказать, что, конечно, я думаю, любой автор всегда будет раздосадован реакцией читателей в какой-то степени, потому что невозможно целиком передать свой замысел. Всегда в тексте скажется другое и намного больше, чем вы хотели сказать, а читатель всегда там еще свое внесет туда. Но, кстати, например, в Америке именно «Устрин колец» стал бешеной популярной книгой именно потому, что там в тот момент были хиппи, и как раз они оценили вот этот толкиновский пацифизм и тягу к разумной власти, какие-то идеи свободы, именно те идейные моменты, а не только вот эту эстетику нового мира. Так что я думаю, что, может быть, просто толкин ожидал больших масштабов, но в целом его задачи воплотились. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ